Микс Ньюс Итак, у нас сегодняшний гость это глава общества поддержки ВИЧ-инфицированных АГИХАС Андрис Вейкинек. Здравствуйте. Доброе утро. В принципе, достаточно часто наш гость, особенно в декабре, потому что в декабре традиционно отмечается день соответствующей борьбы со СПИДом, ну и с ВИЧ, собственно, тоже. Ну, наверное, толкнемся от наиболее свежих новостей. Вот не так давно стало известно, что в Латвии создана дигитальная платформа для ВИЧ-инфицированных. Я так понимаю, что и Вы приняли в создании этой платформы непосредственное участие. Но расскажите, что это за платформа, можно ли это считать определенным прорывом для нашей страны? Я не думаю, что это прорыв, просто это единая платформа. Каждая негосударственная организация имела свои веб-пейджи. И на сегодняшний день мы объединили всю информацию, которая есть именно о Латвии, достоверная, на веб-пейджи пархив.лв, И где есть форум для общения ВИЧ-позитивным, для ВИЧ-позитивным, с ВИЧ-позитивными или негативными людьми. А также могут принять участие любой, которому интересна эта тема. В том числе и родственники, в том числе и друзья, коллеги, ВИЧ-положительных людей. И просто люди, которые хотят больше что-то узнать о ВИЧ-инфекции как таковой. То есть первичная функция такая информационная, информативная и коммуникационная, что люди могут между собой общаться. А до этого не было никаких ресурсов, позволяющих людям общаться, вот, ну, с носителем ВИЧ? В онлайне в формате не было такой платформы. Были и есть до сих пор консультативные телефоны у некоторых, не государственников, почти, в принципе, у всех, которые работают в этой теме. И также есть какие-то консультационные кабинеты, линии помощи и т.д. и т.д. Ну, то есть такое, а вот это дает возможность людям, может быть, увидеть, ну, как собратьев по проблеме, по несчастью и таким образом получить поддержку, да? Ну, это самая главная наша задача, в принципе, поддерживать людей, которые живут ВИЧом. Скажите, ну, вот, насколько действительно сейчас медицина развивается и говорят о том, что все больше возможностей продлить жизни, качество жизни людей инфицированных. Насколько все-таки это является приговором для человека, если он узнает вот этот такой страшный диагноз? Я бы избегал слова страшный, это просто диагноз. Мы сами любим устрашать это. В принципе, это обычное сексуально-трансмиссивное заболевание, которое лечится, но не излечивается. В том есть разница. На сегодняшний день, я думаю, что всем известно, что все сексуально-трансмиссивные болезни излечаются, в том числе сифилис, в том числе гонорея, хлобидия и т.д. А ВИЧ мы можем лечить, и качество жизни пациентов, в принципе, не меняется при условиях, если они привержены, и если они следуют тем советам, которые им дают медперсонал, то бишь врач. А вот, комментируя платформу, вы давали комментарии, и в том числе отметили, что в последние годы, ну говоря о Латвии, профиль этого заболевания изменился. То есть он появился не только у тех групп, которые традиционно, и даже до стереотипов это доходит, да, у тех групп, которые являются носителями ВИЧ, но и у других. Что это за изменения и почему они произошли? Ну, так сразу трудно ответить на этот вопрос. Это в течение нескольких лет произошло. Ну, портрет ВИЧ-инфицированного человека, пациента в Латвии изменился уже довольно давно. Мы уже живем в 21 веке, те стереотипы или мифы были в 20 веке, когда это заболевание коснулося секс-работников, потребителей интравенозных наркотических веществ, и так называемые группы МСМ, что это значит, это мужчина-секс-мужчина. Это не относится только к геям. Я хочу подчеркнуть, что эта группа намного шире. Почему? Потому что есть некие места довольно закрытые, закрытые среды, как, например, местозаключения или дальнеплавающие корабли, где секс между мужчинами происходит не по обоюдному желанию иногда. И это, в это есть разница между геями, гомосексуальными людьми и так называемой группой МСМ. На сегодняшний день, в принципе, пути передачи изменились. И это гетеросексуальное заболевание в основном. И в возрасте с 19 до 49 лет, это то, что мы считаем уже сексуально активным возрастом, когда это логично, наверное, если это сексуально-трансмиссивное заболевание, когда люди, не используя презерватив, имеют какие-то контакты. И таким образом, в принципе, мы имеем много новых случаев ВИЧ-позитивных людей. А какие сейчас главные пути заражения, если их обозначить для наших слушателей? Я уже сказал, что это гетеросексуальные контакты. В основном, да? В основном. Есть ли какие-то, ну, не знаю, все время ходили страшилки о том, что в медицинских учреждениях при переваливании крови, при лечении зубов, стоматологии, ну, то есть еще какие-то, ну, вот... Ну, нам, наверное, надо отбросить эти мифы и говорить о точных, доказанных даукой путей передачи. Они есть три, и только три. Это сексуальные контакты, это кровяной путь, которым с переливанием крови в Латвии не зарегистрирован за 33 года. Не один случай. Почему 33 года? Потому что первый случай заражения ВИЧ-ом в Латвии произошел в 1987 году. И есть еще, так называемый, вертикальный, что значит от матери к новорожденному через грудное кормление. Других путей передачи ВИЧа нет. Те случаи, что вы говорите, это относится к гепатиту С. Там имеют место и зубные врачи, и маникюр, и татуировка, и остальные все... К ВИЧ это не относится? Никаким образом. Да. Да, просто еще один сразу вот случай был достаточно в свое время резонансный, когда Барак Обама после инаугурации стал президентом. Он получил письмо от зараженного, ну вот ВИЧ-инфицированного человека, по-моему, из Эфиопии. И даже, я не помню, чем закончилась эта история, но дело в том, что письмо было... На письме была кровь этого человека. Он был затем задержан. Он объяснял тем, что просто порезал палец и осталась кровь. Но подозревали, что он хотел инфицировать таким образом президента США. И вот насколько вот такого рода это вообще могло ли быть? Это нереальная ситуация. ВИЧ-вирус в среде умирает в течение нескольких секунд. Это невозможно. Да, скажите, Латвия в последние годы балансирует на последнем или последних местах, даже на первом, правильнее будет сказать, по числу ВИЧ-инфицированных в Евросоюзе сейчас последнее по-прежнему. Это понятно, что с Эстонией эта вот «борьба» в кавычках происходит. Да, ну мы до сих пор первые в Евросоюзе. Ну не по общему числу, естественно. На душу, понятно, на 100 тысяч. На 100 тысяч наш коэффициент до сих пор 18, примерно 18 случаев. В среднем Евросоюзе этих случаев 5 на 100 тысяч. Я так понимаю, что общее число, но, опять же, понятно, что оно не может быть точным. 7 тысяч известных случаев, еще плюс мы прибавляем там 2 тысячи неизвестных. Я могу уточнить, что 8 тысяч. А, 8 уже. Кумулятивная цифра 8 тысяч. Но на сегодняшний день живучие в Латвии с ВИЧом примерно 6 тысяч, потому что за эти 30 с чем-то лет 2 тысячи умрло. Мы считаем с 87 года, и тогда общее число 8. А новые, как регистрация новых случаев, насколько это увеличивается количество через появление все новых и новых людей? За последние годы, в прошлом году, нет, в 2018 году у нас было 326 случаев. Есть индикации, что 2019 год будет еще немножко лучше, и мы не достигнем 300 случаев. Это по сравнению с тем, что несколько лет у нас было очень просто считать, сколько дней в году только из случаев. 65. Ага. Но эта цифра и последнее место. Все-таки из года в год мы видим, что какая-то деятельность проводится, в первую очередь общественная такая, социальная, на политическом уровне это отдельный разговор. Почему же все-таки мы не видим какого-то такого эффекта положительного? Потому что, как я уже сказал, в принципе, общество, ну, как мне кажется, информируется. Конечно, это никогда не будет достаточно, но тем не менее информация есть. Информация есть. Я думаю, что на сегодняшний день мы имеем те плоды, которые, где корни мы можем искать в годы кризиса, это 2008, 2009, 2010 год, когда мы ушли от рекомендации ВОЗа и начали лечить с 200 клеток. Что это значит? Это иммунные клетки, это стадия СПИДа уже. То есть порог был очень высоким или, наоборот, низким. Очень низкий был порог, и наши пациенты начали давать терапию, только в очень поздних стадиях уже заболевания. Что значит, что эти люди, у которых иммунитет был еще высокий, ну, они жили своей жизнью, ну, мы не знаем, насколько они относились серьезно к своему заболеванию и как они относились к своим партнерам. Ну, это мое личное мнение, что лечение как профилактика в те годы не работало. То есть тогда было упущение большое? Да, и с 2018 года мы лечим всех. Какой порог сейчас? Нет порога. Вообще его нет? Нет порога. С 1 октября 2018 года лечатся абсолютно все пациенты. Но на сегодняшний день еще есть такая проблема, что мы, наверное, не можем, не наверное, мы не можем найти тех пациентов, которые инфицировались или были диагностированы, там, в 15-м году, в 14-м, их довольно тяжело найти, чтобы их поставить на лечение. Это одна из тех проблем, которые надо, наверное, решать каким-то образом. И на сегодняшний день на терапии у нас где-то 50-55% пациентов из всех. А каким образом их можно находить? То есть здесь я просто к тому, что, как по-русски говорят, есть метод кнута и пряника. То есть вот, ну, какую нужно использовать, то есть ввести ответственность за… Знаете, ведь, например, вот сейчас в Китае говорят, что если человек, ну, вот, зараженный коронавирусом, избегает, ну, вот, лечения и, ну, избегает этой диспансеризации, карантина, то тогда вводится вплоть до, по-моему, смертной казни. То есть считается, что это чуть ли не, ну, его приравнивают к террористу. То есть, ну, такие тотальные методы, чтобы остановить эту эпидемию. Я думаю, что в демократической стране с репрессивными методами никакого результата не достигнем. Люди будут просто скрываться. На сегодняшний день я считаю, что мы должны просто дать информацию полную. Те, которые были инфицированы или диагностированы вот эти года, довести до них информацию, что сегодня лечение доступно, и просить их обращаться, например, в Латвийский центр инфектологии или в клинику имени Страденя, или у региональных инфекционистов. Да, уголпился в Лепае, и я копился, например. То есть это в их интересах, получается, получить как можно быстрее лечение? Во-первых, это в их интересах, потому что если ВИЧ-позитивный пациент, который получает терапию, он не опасен ни себе и ни своим сексуальным партнёрам. Через какое-то время, естественно, когда он достигает неопределённую вирусную нагрузку, что значит, что уже в крови нелегко найти вирус. Мы не можем излечить, как я уже говорил, мы можем лечить довольно успешно, ведь инфекцию люди могут жить долгую и счастливую жизнь. Не так давно, какое-то время назад, тема ВИЧ среди пользователей Рунета, назовём это так, стала очень популярна, потому что вышел фильм очень известного журналиста российского Юрия Дудя про ВИЧ. Вы его видели, я так понимаю, потому что я видел, что вы его репоткнули на своей странице в Фейсбуке. Там много, конечно, интересных нюансов, но, в принципе, там рассказывается принцип, вот как человек, который обнаруживает у себя ВИЧ, что происходит дальше. Он идёт в центр определённый, становится на учёт, в зависимости от срочности его ситуации ему выдают вот эту терапию, которую он принимает, в принципе, благополучно живёт, если соблюдает все правила. У нас всё то же самое абсолютно? Или как у нас это работает? У нас то же самое. И у нас нет вот этого порога, что в России 350 клеток, да, как прозвучало в этом фильме. У нас, как мы уже говорили, терапию получают все. И не так... А нам куда? Простите, обращаться надо в какой центр? Нам, в принципе, традиционально лечатся люди в латвийском инфекционологическом центре, но с прошлого года у нас мы сделали... Ну, страна сделала шаг к пациенту, и мы идём по направлению, что лечение должно быть по возможности ближе к вашему месту проживания. На сегодняшний день успешно можно получить терапию, консультацию в Дауголпилсе и также в Лепое. Я знаю, что есть некоторые проблемы в Энспилсе, но я думаю, что это в скором, довольно скором времени будет решаться успешно. Так что не надо уже будет людям... Это тоже проблема при ВИЧе, при лечении, что традиционально это... Все годы мы лечили только в Латвийском центре инфектологии. Это расстояние, это... Надо брать выходной день тем людям, которые в регионах жили, чтобы обращаться к врачу, чтобы получить рутинный рецепт. А вот что касается тестов и проверок, ну вот когда проходят какие-то общественные акции, тогда они доступны. Я вот в ЦЕСе на фестивале Лампа, по-моему, очень вспоминающаяся акция была, когда можно было пожать руку, во-первых, человеку инфицированную, ты не видишь самого человека, только эту руку протянутую, и за собой, собственно, тест сделать. Но вот ваши коллеги, и в СМИ это тоже звучало, что в Латвии как будто бы нет экспресс-тестов, которые доступны в других европейских странах, а если они есть, то они очень дорогие. Действительно так. Самый простой способ. То есть такой бытовой. Есть экспресс-тесты, но у нас нет то, что называется самотестирование на сегодняшний день. Есть у нас пункты профилактики по ВИЧу в стране 20, и добавок еще есть два тест-пункта у неправительственной организации Балтийской эхиво-ассоциации, у них на Мертеля 12, по-моему, и на 118 в Риге, также возможно сделать, я говорю сейчас о бесплатных возможностях сделать тестов. Еще организации Диалокс на САТЭКЛС и угол дзирного можно сделать бесплатные, и в некоторых комнатах здоровья Красного Креста тоже есть возможность сделать бесплатные ВИЧ-тесты, также получить в Диалоксе и тест-пункте можно получить бесплатные презервативы, так что эта услуга работает. Ну а в аптеке купить вот этот вот... Нет, у нас латы нет, это нельзя сделать. А делается это анонимных, можно ли сделать анонимно такой тест, или эта информация все-таки остается? Нет, эти все тесты анонимны, и если вы можете позволить, я бы призвал тех людей, которые заинтересованы уже в лабораторном тесте, это мы можем... В любой лаборатории в Латвии, это в филиалах Эгила Голбя и в филиалах центральной лаборатории можно сделать анонимный тест или уже полный анализ на ВИЧ, в разумной цене это примерно 5 евро будет стоить, 4,84, по-моему. А за пределами Риги? В любой лаборатории, в любом филиале лабораторий, названных уже Голбе и центральной лаборатории. Потому что я почему спрашиваю по поводу анонимности, потому что, ну, гипотетически давайте представим ситуацию, что, ну, условно говоря, один из супругов изменил другому, и он не хотел бы, чтобы, ну, вот, может быть, все прекрасно, но просто он не хотел бы, чтобы этот факт придавал согласию. То есть это все как бы... Все работает. Все в том же фильме Дудя, вот, прозвучала такая довольно серьезная критика в отношении российского государства, которая, ну, просто мало уделяет внимания, вплоть до того, что просто эти темы, они табуированы до сих пор. Там политики, люди в пиджаках боятся произнести слово презерватив даже, публично. Что по поводу наших, вот, должностных лиц, власти и так далее? Я так понимаю, что общественная часть, она более или менее занята и занимается своим делом. Что по этой части? Не стесняйтесь. Вы знаете, наши политики уже, те, с которыми мы тесно сотрудничаем, и есть хороший контакт, и те, которые долго в теме, в ВИЧа, можно уже не бояться и назвать такие фамилии, как предыдущий министр здравоохранения Андрич Акша, как нынешний министр здравоохранения Илза Винтиле, также председатель социальной комиссии Андрис Криде. Эти люди не боятся называть презервативы своими именами, и они не боятся слова «секс». Так что у нас есть довольно приличный прогресс. Ну, а решения принимаются соответствующие? Ну, вот вы сказали, что этот порог был вообще убран, это, конечно, очень положительно. А что еще принципиально важно сделать, например, в ближайшее время? На политическом уровне? На политическом уровне, может быть, на политическом уровне. Наверное, нам надо смотреть на ПрЭП. И нам надо смотреть... На что? На ПрЭП – это пирмс-экспозиция из профилакса. Я не знаю по-русски, как это будет. Пирмс, как вы сказали? Пирмс-экспозиция из профилакса. Это профилактика чего-то специфического. Сейчас объясню, что это такое. Это те случаи, когда, например, есть, называемые дисконтартные пары. Что это такое? Это когда вот в семье, как вы говорили, один из супругов позитивный, а другой негативный, чтобы их сексуальная жизнь проходила без каких-то ограничений, без презерватива, тот супруг, который негативный, может принимать ПрЭП, чтобы не зарезиться. Превентивные меры, получается. Превентивные меры, терапия такая же. И, наверное, в этом направлении мы должны смотреть именно к дисконтартным парам. Это был первый шаг, чтобы не менять качество жизни у этих людей. Наверное, на эту тему надо говорить о тех людей, которые работают в секс-услугах. Но на сегодняшний день в Латвии неполноценно работает закон о проституции. Ну, по сути, нет. По сути, нет. Что значит, мы не можем определить уже, кто есть секс-работники. Это одно из направлений, где, наверное, надо работать. И что у нас похоже с Россией, вот из фильма «Дудя» – цена презервативов. Я не знаю, каким образом это можно решить. Но на сегодняшний день, если мы говорим о сексуально активной молодёжи… О выборе вы хотите сказать. О ихнем выборе. Да. Пятницу вечером, когда ты в супермаркете видишь, что три презерватива, которые такой нормальный комплект для каждого молодого активного человека, несмотря на его пол, три еврика, три евро за три презерватива или два сидра. Что выберет студент? Я думаю, что не надо нам гадать. Да. Ну вот, упомянутая вами, Анда Чакша, бывшая министра здравоохранения, недавно анонсировала в Сейме рабочую группу по секс-просвещению. Да. Да. Вы в курсе, как она вообще уже запустилась? С вами какие-то проводились консультации? Да, мы несколько раз встречались, и эта группа довольно успешно работает. Что там происходит, расскажите? Как это всё будет работать? Во-первых, это надо… В нашем законодательстве ещё есть некоторые пункты или статьи, или… Министр Кабинета Нотой, Коми… Правила Кабинета Министра. Да, в которых дискриминируются ВИЧ-позитивные люди. Нам надо как-то это определить. Какие правила? Идентифировать. И как-то отменить. А какие правила? Например, в Министерстве внутренних дел и в местах заключения не могут даже рекрутироваться молодые мужчины, которые имеют ВИЧ-положительный статус. Я думаю, что это дискриминация по работе. Вот это как-то тоже надо отменить. А если говорить, например, о школах, может ли ВИЧ-позитивный человек быть учителем? Ну и насколько вот… Почему бы нет? Да, ну вот здесь вот как раз… По правилам нашим. По нашим правилам там нет никаких дискриминаций? Нет, такой дискриминации нет. А есть ли какие-то, ну вот прецеденты, насколько эта информация должна быть, ну, оглашаться или не оглашаться? Потому что мы понимаем, что могут возникнуть сразу же в школе, если вдруг этот факт всплывет, могут возникнуть просто давления на школу, на директора с требованием его уволить, например, от учеников. Ну, родителей учеников. Я понимаю. Это опять про информацию, что такое ВИЧ. Но это не воздушно-капельное заболевание. Ну, я не знаю. В моей практике я не встречался тем, с такими случаями, если ВИЧ-позитивный, положительный учитель, имел сексуальные контакты со своими учениками, но это уже совершенно какой-то непонятной сферы. О таких вещах речь не может быть. Это уже криминал, это другие статьи. Ну, только по статусу дискриминировать людей по работе, я думаю, что мы не должны. А что касается, вот мы про школу заговорили, вообще сексуального просвещения среди школьников, ну, рабочая группа, я так понимаю, будет нацелена все-таки на эти политические больше законы, правила, положения. Секс-просвещение в школах у нас дела как обстоят? Потому что тоже это вот это вот поле, оно критиковалось активно. На сегодняшний день нет этого, я не знаю, что будет по новой программе, я знаю, что Министерство здравоохранения работает над каким-то проектом сотрудничества с Министерством образования, чтобы ввести компетентность. Ну, вот это вот, да-да-да, компетентностный подход. Да, где-то это будет вводиться, ну, конкретных результатов, я не знаю. Что я понимаю, даже если говорить о тех же презервативах, то в Западной Европе имеются автоматы чуть ли не с бесплатными вот этими презервативами, в том числе, может быть, даже и в школах. Ну, по крайней мере, в публичном пространстве. В школах окей, наверное, тут я загнул. Немножко. Да, в публичном пространстве, хотя на самом деле, может быть, к этому тоже придёт. Ну, если называть вещь своими именами, так нас перерадует. Доказано? Доказано. Доказано, что первая сексуальная, средняя сексуальная жизнь в Латвии начинается где-то в 17 лет. Первый брак в Латвии, доказано по статистике, происходит 27 лет. Ну, это средняя, конечно, средний показатель. Реальность, она другая. Средний показатель, чем занимаются люди 10 лет, но они не живут монашеской жизнью. И это тоже есть один из тех уевзимых пунктов, когда возможны инфекции. Если люди, ну, не в долгосрочных отношениях, если меняются партнёры, что нормально в этом возрасте, когда каждый ищет? Ну, мы должны говорить откровенно, что секс – это одна из частей нашей нормальной жизни. Бояться слова «секса» нельзя на сегодняшний день. В те времена, когда в некой стране не было секса, давным-давно мы проходили. Да. А вот тоже, насколько, в принципе, ну, то есть, скажем так, когда ещё были тёмные времена в рамках ВИЧ, когда было очень малоизвестно, и это провоцировало большое количество таких спекуляций, было известно такое понятие, как ВИЧ-диссиденты. Это известная история про журнал «Континуум», который занимался тем, что отрицал абсолютно вообще наличие ВИЧ, и закрылся журнал по причине того, что все редактора умерли от СПИДа. Это, конечно, нарочно не придумаешь. Сегодня вообще есть ещё что-то такое организованное? То есть, не отдельные люди? Понятно, что есть люди, которые это отрицают, но что-то организованное в мире? Ну, в Латвии такого организованного диссидентства не было. Я бы не сказал, что в России это непопулярно. В России есть люди, которые отрицают, есть люди, которые, и в том числе в Латвии, которые следуют тому, что ВИЧ-инфекция – это что-то искусственное, ВИЧ-инфекции никто не видел, этого вируса, что это бизнес фармкомпании. Да, есть всякие теории, на чём они базируются. Ну, обычно эти все судьбы заканчиваются довольно плачевно, так же, как с редакторами некого издания. Британского, да. Ну, сейчас то, что в Латвии такого, ну, как бы, слава Богу, нет, да, такого мракобесия. Нет, такого нету. Да, у нас звонок, давайте ещё один звонок, наушники, вот наденьте, пожалуйста. Да, слушаем вас, доброе утро. Пожалуйста, говорите, да. Доброе утро, да. Доброе. Скажите, вот, когда вы говорили о политических решениях, как вам кажется, вот укрепление института семьи, в том числе и однополой семьи, как могло бы повлиять на распространение, вот, вещь инфекции, хотя вы уже сказали, что для однополых пар, в частности, мужских, это вроде сейчас не так актуально, но всё-таки, вот, институт семьи, он способствует более здоровому образу жизни или как? Стоит ли продолжать от политиков требовать? Да, спасибо. Спасибо. Ну, по-моему, любая форма семьи способствует тому, чтобы инфекция не распространялась. И тут нету речи о комплекте гениталий. Это тоже довольно такая скрытая тема в нашей стране. Ну, я понимаю, что слушатель хотел говорить о гомофобии. Да, она имеет место в нашей стране. У меня всё-таки вопрос очень практический. Если мы говорим про терапию ВИЧ-инфицированных, насколько это бесплатно стоит денег? Насколько для человека, скажем, с небольшими доходами это может быть тяжким бременем? Терапию оплачивает латвийское государство. Бесплатно. То есть бесплатно. Бесплатно. И тогда ещё про тесты я в догонку спрошу. Тоже в этом фильме Дудя звучало, что есть смысл делать тесты дважды, потому что существуют некие периоды окон. И поэтому, если ты сделал, то для абсолютной надёжности должно пройти какое-то время. Вот в двух словах. Какое время? Действительно ли это так? Там Годлевский прекрасно всё рассказал в этом фильме, что если у нас был сексуальный контакт вчера, совершенно бессмысленно было бы бегать, если бы возможно было в Латвии купить самотестирование, комплекты, совершенно бесполезно завтра утром бежать в аптеку. Самый короткий срок – это четыре недели. Который, когда появляются первые антитела, четыре недели до шесть месяцев, в этом промежутке следует делать тест. То есть ты сделал и через месяц ещё раз? Так получается? Чтобы успокоить себя. А вот, да, Олег? Да, у меня просто по стоимости, вот продолжая, мы выяснили, что терапия бесплатна, а вот эти преп, потому что, ну, вот препараты, которые, например, если действительно люди в зоне риска или ведут, например, беспорядочную половую жизнь и не всегда пользуются презервативами, или, может быть, они хотели бы, ну, в двойную защиту, гарантию, вот насколько эти препараты, выписываются ли они только врачом, можно ли их приобрести, сколько, ну, вот чтобы... Они выписываются только врачом, они доступны в нашей стране. У нас недавно был телефонный звонок по горячей линии по этому же вопросу. И я не поленился, и вчера зашёл в аптеку, просто узнать, как доступно и сколько это стоит. Это стоит месячный курс примерно 96 евро до 100 евро. Это довольно дорого. Ну, прилично, да, по нашим меркам. Ну, вот, когда ВИЧ распространился в прошлом ещё веке, в конце прошлого века, были такие громкие, ну, coming out, можно сказать, потому что в то время это было совершенно закрыто. Им, конечно, сразу вспоминается Фредди Меркьюри, Мэрик Джонсон в США и в Европе западной. В России таких случаев практически нет, но вот журналист Антон Красовский, это, конечно, совсем другой масштаб, но, тем не менее, тоже довольно громко... Голубков? Нет. Нет, я про Антона Красовского говорю. Ну, возможно, кто-то ещё. Я к чему веду просто, насколько это, в принципе, важно, чтобы люди, которые обладают каким-то авторитетом, узнаваемостью и популярностью, говорили об этом. И были ли вообще в Латвии случаи такие? В Латвии нет таких случаев. И я думаю, что это было бы на пользу, потому что во всех эшелонах, или как это назвать, население есть ВИЧ-позитивные люди, и в том числе есть люди в нашей элите. Если они были... Простите, вам о ком-то известно, о ком вы, ну, естественно, не можете сказать? Да, естественно, но вы знаете. Да, я не буду говорить конкретные фамилии. Безусловно. Это бы было на пользу насчёт стигматизации, естественно, если люди откровенно шли с этим, что я ВИЧ-позитивный и живу нормальную жизнь, но был у меня случай, ну и что? Ну, кто бы без греха? А те, о ком вам известно, ещё раз говорю, никаких имён, вы когда-нибудь здесь, у вас был разговор по поводу того, вот, может быть, ты скажешь, это будет на пользу, или вы скажете, и почему нет? Это опять разговор о стигме, о стигматизации. Люди, ну, боятся жёлтой прессы, боятся какого-то, если будет искать их бельё, стирать публично. Ну, кто это хочет? Я понимаю этих людей и принимаю их мнение, и их отношения. А скажите, в Латвии предусмотрена ответственность за заражение ВИЧ-другого человека? Да. То есть, если человек знает, что он ВИЧ-позитивный и не ставит своего партнёра в известность? Обзынат. Обвинённый вы имеете в виду? Нет, обзынат. Я не знаю, на русском. Ну, вы поняли, да. В том случае... Осознанно вы имеете в виду, да. Осознанно. Осознанно, я понял. Если осознанно вы заразите своего партнёра, тогда, естественно, есть криминал. Последний, наверное, вопрос. Вот какое-то время назад Евросоюз поставил такую амбициозную цель к 2030 году вообще искоренить ВИЧ. Слышали, да, вы об этом, наверное? Ну, звучали на самом высоком уровне. Но выглядит так, что это не очень реально. В многих странах реально. Ну, на уровне Евросоюза, наверное, вряд ли. Ну, надо Евросоюз делить... Тогда нам надо возвращаться к программе 90-90-90, которая должна закончиться в этом году. Есть некоторые страны, которые эту программу закончили уже. Что это значит? Что 90% из ВИЧ-положительных людей знают свой статус. Что 90% из них получают терапию. И что 90% из них имеют неопределённую вирусную нагрузку. А какие страны уже достигли? Это вся Скандинавия. Достигла это Великобритания. Есть довольно много стран, которые вот до этой цели дошли. Мы довольно далеки. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Глава общества поддержки ВИЧ-инфицированных АГИХАС Андрей Свекинекс был у нас сегодня в Утре. Оставайтесь с нами.